Ну что ж, психологи частые гости в нашей студии, а сегодня психолог реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями Росинка Альберт Куданетов пришел к нам в гости. Доброе утро! И вам доброе утро! Альберт, расскажите, пожалуйста, вот у нас часто, как я уже говорила, да, психологи в нашей студии, но вот именно реабилитационных центров не так часто мы видим психологов. Вот скажите, пожалуйста, есть какое-то различие или же, ну, психолог он и психолог для всех абсолютно категорий людей? Психология это такая вещь, все мы, когда проходим обучение, обучаемся базовым навыкам, но в дальнейшем происходит разграничение, то есть определенные люди больше занимаются там семейными делами, то есть это частные психологи, да, вот с проблемами семейными, есть психологи со взрослыми людьми предпочитают больше заниматься, а у нас как бы больше акцент все-таки сделан на детях, хотя мы непосредственно с родителями тоже занимаемся, то есть это немаловажный момент, то есть психологическая помощь родителям. Вот скажите, пожалуйста, детки с ограниченными возможностями здоровья, да, как им помогает психолог, с чем он помогает им справляться? Ну, в первую очередь мы стараемся интегрировать этого ребенка в общество, то есть помогаем ему лучше понять этот мир. непосредственно проводим сначала диагностику, то есть вся работа нашего центра состоит поэтапно, то есть непосредственно, когда человек поступает к нам в центр, его записывают, на следующий день его осматривают врачи, то есть непосредственно, что нужно ребенку в плане медицинской сферы. После этого с ним занимается психолог, и вот после нашего осмотра мы как бы делаем назначение, что в первую очередь нужно ребенку, на что нужно делать акцент. То есть, конечно, непосредственно психолог контактируется с всеми остальными специалистами, и исходя из этого уже в дальнейшем проводим работу. Как много у вас детей проходит в месяц? Мне, знаете, какой вопрос интересен. Поступает ребенок, да? Вот насколько длительное лечение бывает? Или же вот у вас есть, допустим, 20 человек, да, и вы с ними работаете год? Или как вот это вот происходит? Мне интересно просто вот сколько в месяц бывает у вас пациентов? Не, у нас дети проходят потоками. То есть, ну, простой пример, Верхобейский район, Ногайский район, Абазинский район, они проходят 21 рабочий день реабилитационного потока, после них приходят следующие районы. И так целый год. То есть, получается, вот детки из этих районов, да, они приезжают, и у вас, получается, проходит реабилитация? Да. Насколько помогает реабилитация? Насколько она важна вообще? Ну, в любом случае помогает. Как вам сказать? Ну, вот смотрите, ребенок плохо разговаривает или еще не разговаривает. Да. С ним непосредственно занимается логопед, дефектолог. У ребенка проблемы со здоровьем. У нас есть физиолечение, ЛФК, массаж, непосредственно психолог, психологическая поддержка родителей, самого ребенка и кучу-кучу педагогов, доп. образования. То есть, в любом случае идет положительная тенденция в лучшую сторону. То есть, в любом случае это нужно. Понятно, да, естественно. Но вот мне, знаете, что интересно? Бывает такое, что вот ребенок пришел, да, вот получил реабилитацию, допустим, 21 день курс прошел, да? Бывает такое, что ему больше не требуется? Не, ну... Такого нет? В любом случае надо... Всегда поддерживать, да? И после этого, да, поддерживать. У нас бывали случаи, ну вот это к вашему вопросу. Вот приходил утенок, ребенок вообще не шел на контакт, и после нескольких потоков занятий ребенок начинал активно идти на контакт, общаться, и довольно-таки успешно прошла интеграция в общество. То есть, в обычную школу ходят дети. То есть, аутизм, ну... Это особенные детки, да, но если... Как вам сказать? Вовремя обратиться? Вовремя обратиться, да. Вовремя дать эту помощь, то есть все шансы, что он будет жить полной жизнью. Отлично. А вот скажите, пожалуйста, на что стоит обратить внимание? Вот, допустим, ребенок родился. Самое главное, вот, это вот проблема, ну, наших национальных республик. Да. То есть, самое главное, не стыдиться, не стесняться. Вот многие родители, особенно в более отдаленных точках, чем город Черкесск, вот они вот этого всего стыдятся, стесняются, прячут деток. Вот, бывали, да, моменты, когда ребенка долгое время никому, ну, особо не показывали. И после этого, конечно же, с ним сложнее работать, заниматься. Конечно, это запущенная форма, да, уже считается? Да, получается так. То есть, чем раньше начнешь заниматься ребенком, тем будет более явный прогресс. И, возможно, даже такой вариант, что, в принципе, ничего такого и не будет. То есть, в принципе, никаких моментов таких, что в ребенке что-то не так, ты не будешь замечать. То есть, он будет, как обычный ребенок, ходить в обычную школу, дружить со всеми сверстниками. И ничего этого не будешь замечать. То есть, самое главное, родителям, вот большой совет, вот этого всего не стесняться. Есть какие-то опасения. Да даже для себя. Просто вот для себя обращаться, интересоваться. В этом нет ничего такого, вот обратиться к психологу, чтобы он продиагностировал вашего ребенка. Или обратиться к дефектологу, логопеду, чтобы просто посмотреть ребенка и от этого уже исходить. А вот скажите, пожалуйста, хорошо, есть родители, которые стесняются, и есть родители, которые боятся об этом говорить. Но есть родители, которые не знают. Вот родился ребенок, все вроде бы хорошо, ножки ходят, ручки двигаются. На лице ничего не показано. То есть, да, явных каких-то вот ограничений, да, нет, отклонений. Вот скажите, пожалуйста, на что стоит обратить внимание маме, допустим, там, ребенок не говорит или ребенок не смотрит. Что такого в поведении ребенка есть, на что стоит обратить внимание для того, чтобы к вам прийти? Ну, если брать медицинский аспект, да, я думаю, там врачи все как надо скажут. Конечно, да. А вот в плане психологии, логопеду, дефектологии, ну, как вам сказать, ну, мама это мама. По-любому мама поймет, мама увидит. Если, конечно, ребенок не разговаривает долгое время, но это уже тревожный звоночек. В любом случае надо пойти к специалисту хотя бы проконсультироваться. То есть вам же никто не запрещает вот прийти просто проконсультироваться. А так, я думаю, ну, мама это мама. А, надо как-то понять, да? Ну, вот смотрите, ну, если ребенок не разговаривает, ну, ладно, мальчики позже начинают говорить. Да. Вот, скажем, девочка, вот год с чем-то прошло уже, вот, а ребенок не разговаривает. Ну, это же уже звоночек. В любом случае надо реагировать. Или когда ты даешь самые простые приказы, вот, ребенку, принеси мне то, принеси мне это. Если ты видишь, что ребенок не контактирует с тобою, то есть он где-то в своем мирку, ну, это тоже звоночек. То есть в любом случае. Это не говорит о том, что что-то нехорошее происходит. Ну, в любом случае надо пойти и проконсультироваться. Спасибо. А скажите, пожалуйста, вот мы знаем, что вы часто участвуете в различных повышениях квалификаций, в различных международных форумах и так далее. Вот скажите, что это за опыт, чему новому учат и насколько вот психология тоже, она же не стоит на месте. Понятное дело, как и медицина, да? Ну да. А что за нововведения, вот, допустим, вот сейчас? Ну, вот смотрите, вот наш центр, да, вот, и вообще министерство в целом частенько отправляет специалистов для того, чтобы повысить квалификацию. Вы же об этом говорите? Да. Вот повысить квалификацию. Вот бывали случаи, что нас отправляли в Дагестан, то есть в плане обмена опытом. То есть в Дагестане собирали специалистов со всего Северного Кавказа, и на примере их центров мы проходили, можно сказать, обучение тоже, то есть на ихних примерах. В 2012, кажется, году была большая такая международная конференция по вопросам аутистов в Москве. Это вот насчет того, что психология не стоит на месте. То есть вопрос аутизма, кстати, начали так обширно раскручивать буквально недавно. И вот первая международная конференция вот в России была, кажется, в 2012 году. И вот от нашего центра тоже двух специалистов отправляли нас. То есть это тоже опыт. То есть мы там учились, можно сказать, у сильнейших специалистов. Там были специалисты Соединенных Штатов Америки, даже с Израиля приезжали, и со всей России. И есть много различных курсов повышения и неподалеку от нас. То есть к нам приезжают многие сильнейшие психологи тоже в республику, и которые нас тоже обучают чему-то новому. То есть учиться никогда не поздно. Спасибо, спасибо большое. Ну и давайте, наверное, напутственные слова родителям в конце нашей беседы. Что бы вы пожелали всем, кто нас сегодня смотрит? Ну, во-первых, я хотел бы пожелать доброго утра, чтобы этот день был замечательным для вас. И опять же родителям. Не надо ничего стесняться, стыдиться, опасаться. Если есть какая-то тревога, лучше всего сразу же обратиться к специалисту и хотя бы проконсультироваться. А так доброго дня всем. Спасибо, спасибо большое. Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем эфир.